Где муж дома? Что тут муж-то? Вы же не его дотереть кого-нибудь? Да, муж дома? Да. Так, кто нас разбудил так рано? Филипп Анатольевич. Здравствуйте. Меня Павел зовут. Пока главное не терять. Мы будем ливать огонь. Я его расскажу. Будем ливать огонь? Здесь написано слово Хродгар. С древнескандинавского Хродгар означает славное копье. Меня зовут Павел, я являюсь руководителем этого клуба. Сегодня у нас немножко необычная экскурсия, скорее экскурсия презентации, потому что у нас никогда не было такой экскурсии. Вы первые узнаете о всех наших планах, потому что мы их не могли озвучить, поскольку законодательство в это время работало и так далее. С сегодняшнего дня в природе в клубах Хродгар не существует. С сегодняшнего дня клуб прекратил свое существование. Вместо него начинает работать проект под названием «Музейный комплекс Панеманское городище». Мы начинаем строить музейный комплекс. Большой город, соответственно, в раннесредниковом стиле. Вот этот знак, прямо здесь будут расположены большие ворота, башенные ворота по источникам такого известного историка, как Загорульский. Этот проект долговечный, долгосрочный, поскольку это все строится вручную. И в основном, конечно, будет привлекаться инструменты всякие современные. Но максимально будем использовать исторические. Вот, значит, как я сказал уже, значит, башенные ворота, то есть две большие башни приблизительно такого типа, только выше. Это у нас 6 метров, а те будут 7,5. И балкона, как вы видите, на этой башне не будет. То есть будет цельный струк. То есть раньше он делал, как должен был. Я не знаю, стрела не попал. То есть это оборонная башня. Вот с левой стороны. То есть вот это у нас северо-западная башня, будет северная проходная и главная ворота. А южная, так. То есть предотвратить перелазгивую всякую. Значит, почему по одному брюну ставится? То есть это делается для того, что в случае, если штурма раньше выпивали чистокол, то могли выбить всего несколько бревна, а не положить всю стену. Вот, соответственно, если с задней стороны, вот видите, маленькие брюнышки здесь стоят, да? А с задней стороны стоят чуть выше. Я сейчас вам покажу. Это предотвращает вынос бревна. Значит, башня. Башня складывалась, видите, вон, значит, не цилиндровно бревно. Здесь все делалось вручную, совершенно тягалось все вручную. Вырубалось все вручную. Размеры не могу я вам сказать, поскольку, насколько это... Дум практически готов. Вот это самое единственное построение, которое будет, ну, вообще не исторично, ни в коем разе. Здесь будет находиться офис. Наша беседка, в которой мы сейчас пройдем... Погреемся. Погреемся. Вот эти палочки, для чего мы раздавали, значит, у нас такая есть традиция. Гость, приходящий в дом, поддерживал очаг, ну, домашний очаг. Так вот, мы сейчас все зайдем аккуратненько, бросим палочки в костер, чтобы он горел. И попробуем с вами историчный напиток, который называется «Сбитим». Ну, и заодно еще поговорим, я вам расскажу о костюме. Нет. Мы сделаем... Ой, зато тепло. Да, зато тепло. Красавчик. Красавчик, палочки. О, хорошо. Так, кто не бросит палочку, того самого на костюм. Ну, не, конечно. Я уже бросил. Вот, я сейчас вам расскажу о костюме. На мне сейчас костюм находится, значит, скандинавского типа. Все по очереди я вам расскажу, каким источником как-то делся, где бы то было найдено. Ну, прежде чем мы начнем, я немножко еще добавлю. Здесь, помимо второй проект, скажем так, помимо строительства оборонного укрепления, значит, будут строиться настоящие боевые ладьи. Вот, если вы посмотрите вот туда, вот это находит, это стапель. Называется стапель, на котором строится лодка. Вот длину стапеля, вот можете представить, какая будет ладья. То есть 14 метров, примерно. Команда, где-то 13-14 человек. Вот, корабль же начал строиться, некоторые детали уже готовы. Мы их уже увезли в специально назначенное место, где это все будет собираться. А потом это сюда, значит, будет привозиться и прямо здесь будет строиться. Этот проект заключается в том, что... Кожа, есть еще ножны, отделанные всякими красотами, серебром там, чеканочками и так далее, но это больше женский вариант. Это мужской, грубый нож, для того, чтобы он просто был. Так называемый манибек. Реконструкция сумочки из Гнездова, Смоленская область, скандинавского типа. Эта сумочка предназначена для монеток. Только для монеток. Ничего другого здесь больше не носили. Раньше монетки там были, все раздарил. Сумочка, так называемая Ташка. Это больше, скажем, стилизация, потому что подобных сумок Гнездина очень много, но эта сумочка сделана как больше стилизации. Сам ремень. Версия ремня из Готланда. Опять же, ручная работа, щеканка, плитье. Все, значит, здесь сделано из бронз. Ну, скажем так, неотъемлемая часть вообще скандинавской эпохи – это молот Тора. Этот молоточек, значит, реконструкция, молоточка найдена в провинции Сконы, 2-й половина 10-го века, Швеция. Такой тип молотка найдено единственным. Больше подобных не находили. Скорее всего, значит, носил какой-то... Шапочка, опять же, вязана одной иглой, как вы видите, то же самое, как и носки. Ну, называется, что эта шапочка больше балтского типа. И даже, наверное, некоторые историки считают, что это больше женская шапка. Нежели носка. Вот, ну, это все. Ну, это вот то, что вы на мне видите, это такой очень большой минимум одежды, потому что есть всякие такие атрибуты типа доспехов кольчуги, допустим. Кольчуга клепанная. Либо сечена клепанная, либо просто клепанная. То есть, каждое колечко клепается. Если сечена, одно колечко цельное, остальное клепанное. Опять одно колечко цельное, по-моему, там опять склепанное. Кольчуга в свое время скат валится. Который потяжелый? Да, он чуть килограмм 650. Тихо! Паде Мальвина, руби игол. Что, Аля, тебя сделали? Паде Мальвина, ты на Мальвина? Паде Мальвина тебя сделала? Смотри, он нас топором. Да. На фонаре чего? Для меня и мечта жиловат. У Альфа, таларинка. А давайте семей. Что считаете? Три топора, он еще еще ищет. Разбирайте, короче, там инвентарь. Давайте, короче. И давайте общую фотографию. Ну что, может, боевой клич какой-нибудь? Все-таки с оружием стояли. Три, четыре. Ура! Володя! Неубедительно как-то. Еще один снимок. Три, четыре. Володя! Есть. Птичку жалко. Птичка. Оберите у меня оружие. Там, убить несколько человек, прыгнуть, перемахнуть через борт корабля в морскую воду, сначала нужно снять ботинки. Потому что они потом сгниют. Кваловыми жилами надо шить-то, а не, не, нитками. Ну что, нитками дальше? Да. Да.